Выходит на финишную прямую, третий тур, Мемориала Таля, и у нас Анижгири пытается выиграть у Евгения Томашевского. Если получится, тогда закономерность, которую я уже сказал, озвучил в эфире, получит свое продолжение. В первом туре у нас была одна результативная партия, во втором две, но сейчас это будет третья победа. Но надо еще доработать. Итак, давайте посмотрим, открываем диаграмму, и мы все-таки дождались 61-го хода. Да, шахматно-комментаторская программа действительно предоставлена нашими партнерами из ЧС-24. Прекрасный совершенно сайт, прекрасное у них компьютерное программное обеспечение, в общем, всему народу, всему миру нравится. Итак, здесь все-таки последовал конь H4, пешка на F4 выходит, я думаю, сейчас конь просто вернется на G6. Там просто вопрос в том, как черным ходить. У черных есть проблемы с ходами. Ну, а отцепляться от пешки F4, отдавать ее просто так невозможно. Эту пешку надо сдавать только за улучшение позиции короля. Допустим, слон C1, король E5, здесь чрезвычайно важно поставить шаг. Чрезвычайно важно. Если король побил, вот здесь как раз черный король и побежал туда, навстречу приключениям. Но вот не исключено, что Аниш нашел здесь какую-то возможность. Кстати, вот здесь опять-таки этот шажок. Теперь, если так, то конь C4. И эту пешку B6. Ну, допустим, слон E3. Не знаю, мне кажется, король E5 здесь. Самый такой логичный ход, чтобы слон вообще никуда не ходил. Ну, и потом где-то как-то вот сыграем G3. И вот я вот такой вариант уже приводил. Я не вижу здесь спасения. Ну, взять на G3 конь E3, там же держим пешку. F3 тоже бесполезно. Ну, а так белые просто GF эту пешку доедают. Но мне кажется, позиция все-таки, все-таки выиграна. Потому что белые успевают и пешку съесть, и черного короля не пропустить в какие-то свои тылы. То есть, если у черных, черный теряет пешку без контр-игры, то тогда, в общем, партия практически заканчивается. Но я подозреваю, что они все это нашел. Только удивляет то, что после коня H4, F4, этот ход-то абсолютно единственный. Но здесь-то он что думает? Если ты сыграл конь H4, у него просто вот такая чисто человеческая логика. Играя конь H4, ты должен был видеть, что делать на F4 дальше. Но какая-то идея была. Хотя, может быть, здесь у него возникли альтернативные еще возможности. Но не знаю. То есть, может, он хочет вернуться не на G6, а может быть, на F5. А, и потом конь G7. Вот так, да? Допустим, черные стоят. И где-то вот еще поставить пешку на H4. Потом вот как-то здесь искать какие-то цукцванги. Тоже, кстати, может получиться. Вполне может получиться. Я думаю, что проблема у Аниша очень простая. Он может выигрывать и так, и так, но никак не может выбрать. Он мне напоминает сейчас лису, перед которой два кусочка сыра. Из какого начинать? Очень сложный вопрос. Если не суметь сделать выбор, то можно умереть от голода. Имеешь два кусочка сыра, но они настолько одинаковые, настолько оба привлекательные, ты не знаешь, с чего начать. Вот в одной из басин и в одной из притч звери думал-думал, да так и умер от голода, потому что не смог сделать выбор. Но я думаю, что Аниш не станет настолько смешить народ. Хотя бывали такие случаи, знаете, абсолютно выигранная, комфортная позиция. Этот шахматист сидит, выбирает, может сыграть так, можно так. И в итоге дело кончается тем, что он просрочит время. И вот были такие случаи, я даже лично наблюдал подобные инциденты. Ну, потом, конечно, можно и поплакать в такой ситуации. Это не будет неправильным. У молодых шахматистов случаются такие казусы. Это, конечно, всегда очень печально. Но что поделать? Надо контролировать свою игру, надо контролировать ситуацию. И уж, конечно, показания часов. Это жизнь, это спорт. И тут надо держать руку на пульсе. Так, вот меня спрашивают про книгу Тиммана «Шахматы, уроки, стратегии». Вы знаете, я эту книгу не изучал. Так, всерьез. Я слышал, что у Тиммана есть такая книга, просто не читал. Вот, надеюсь когда-нибудь устранить этот изъян в своем образовании и подтянуться в плане стратегии с помощью книги Тиммана. Ну, вот такой методический вопрос. Меня спрашивают, как сидеть и работать за доской 5-7-8 часов напряжения и не потерять концентрацию? Ну, как, как, ребята? Тренироваться надо. Тренироваться, работать, трудиться. Физическую форму надо поддерживать. Много плавать надо. Гантельки тоже не помешают иногда. Ну, просто, в принципе, ваш организм должен быть в тонусе. Вы должны сохранять работоспособность долгое время. Для этого ваш организм должен быть в норме. Вы должны хорошо спать, хорошо питаться. И голова должна быть приучена к тому, что долго работать. Вот приучайте себя работать головой долго. Вот когда тренируетесь, вот, соответственно, вот с утра и до вечера. Вот занимаемся шахматами. Если вы приучите себя к такому режиму, то потом за доской для вас это будет совершенно нормально. Просто если вы занимаетесь шахматами, ну, условно говоря, час в день, то тогда за доской ваш организм, ну, вряд ли сможет выдержать это напряжение долгое. Ну, вот это просто вопрос тренировки и привычки. Как там поется в нашей песне, в нашем фильме. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Ну, вот, и здесь точно так же. И держать концентрацию – это очень, конечно, тяжелая задача для возрастных шахматистов. Вот чем, кстати, молодежь отличается от возрастных игроков, что молодому организму легче, легче вот выдерживать это, легче держать концентрацию. А когда, в общем-то, уже наваливается много-много десятков лет, и в какой-то момент, когда организм устает, вот здесь в какой-то ситуации работает инстинкт самосохранения. Вот возрастной организм, он чувствует, что слишком большая нагрузка, и надо бы отдохнуть. Это абсолютно нормальное, физиологически правильное желание. Вот если ты будешь перенапрягаться, извините, то ты просто умрешь быстро. Вот, поэтому организм, вот он же действует не так, как мы ему пытаемся сказать, а как предписано природой. Вот природа предписывает организму в какой-то момент отдыхать. Вот надо в какой-то момент, я извиняюсь, поспать, отдохнуть, ну, просто там закрыть глаза, ни о чем не думать. Ну, в этот момент организм восстанавливается, набираются новые силы, и, соответственно, жизнь продолжается достаточно успешно. А если вы свой организм перегружаете постоянно, ну, вот организм в какой-то момент изнашивается, и начинаются сбои. Вот самое печальное, когда с шахматистом происходит именно это за шахматной доской. Он чрезвычайно старается, я имею в виду шахматиста, он думает, он вот все делает для того, чтобы держать концентрацию. А свой собственный родной организм, которого вроде бы знаешь с детства, ну, вот он в какой-то момент отказывается работать и говорить, все, не могу, я хочу отдохнуть. И отдыхает в самый неподходящий момент, например, когда на доске чрезвычайно сложные и важные позиции, ну, и тут организм в этом самом состоянии отдыха, ну, перестает думать, и происходит зевок. Итак, все-таки вернулся конем на G6, они же гири, ну, собственно, то, что мы рассматривали, и пока не видно, как здесь черным держать оборону. Ну, вот если конь сейчас через E5 придет на C4, потом король E5, и, ну, собственно, то, что я вам уже показал, и не хочу повторяться. Так, читаю дальше вопросы в интернете. Ну, забавный, конечно, вопрос, но я как-то, мне казалось, что это самое очевидное. То есть спросили, а вот эти напитки, которые шахматисты пьют за доской, там, вот эта еда, они это приносят с собой? Они это платят, покупают или их угощают организаторы? Вы знаете, вопрос, опять-таки, вроде бы смешной, но были такие ситуации, когда это все было совсем не смешно. Например, турнир претендентов в Лондоне 2013 года. И вот там организаторы учудили, сделали такую ситуацию, когда, извините, шахматисты, ну, супер-госмейстеры, да, у нас там 8 человек играло, вынуждены были еду приносить с собой или покупать ее в местном буфете. Вот даже на такую малость, как угощать шахматистов во время партии, ну, это же совершенно копеечные расходы. Вы понимаете, что такое питье, там, не знаю, бутерброды, печеньки для шахматистов? Ну, это вообще мелочь, это просто такие копейки. Ну, и там шахматисты были вынуждены с собой в пакетики приносить. Я помню, там Крамник, Карлсон, это как раз тот самый турнир президентов, когда Карлсон вышел, собственно, на матч. И Магнус, Карлсон вот так вот покупали в магазинчике еду и с собой из пакетика, значит, он так доставал и там наяривал. Ну, Владимир Крамник тоже. Ну, знаете, в этом я вижу элемент неуважения все-таки к шахматистам. Ну, мне кажется, на таких вещах экономить как-то это все. В общем, законы гостеприимства. Я понимаю, что в каждой стране там какие-то есть свои каноны. Ну, мне кажется, это как-то настолько некрасиво, что... Повторять этот опыт лондонских организаторов, ну, я никому не рекомендую. Что такие-то, такую-то ерунду. Ну, так что здесь у нас в Москве, дорогие друзья, у нас в Москве такого не бывает. Ну, и вообще вот в наших как-то советских, постсоветских странах, ну, никогда такого не бывает. К вам приехали уважаемые во всем мире гроссмейстеры, чтобы вы их не напоили чаем или там стали требовать с них деньги за это. Ну, это как-то, в общем... Несерьезно просто. У нас такого нет, не было и никогда не будет. У нас, в общем, всегда шахматистов уважают и к ним относятся очень серьезно. Так, вот меня спрашивают, Сергей Юрьевич, все ли шахматисты экстракласса занимаются спортом? И чем увлекаются Гири и Томашевские? Вы знаете, не все шахматисты настолько спортивны, как следовало бы. Ну, вот, например, Борис Гельфанд, ну, это, конечно, плавание и настольный теннис. Плавание – шикарный совершенно вид спорта для шахматиста, потому что повышает иммунитет, да, то есть, если вы регулярно плаваете, все-таки у вас иммунитет достаточно серьезный, и все группы мышц работают, и в тонусе вы держите, держитесь, ну, и вообще, в целом, шикарный совершенно вид спорта. Просто не всегда, не у всех бывает такая возможность, согласитесь, что бассейн в кармане с собой не провезешь, и не во всех городах, не во всех местах удается плавать. Ну, и настольный теннис, конечно, чрезвычайно интересный, игровой, такой увлекательный, веселый вид спорта, в котором, опять-таки, все ваше тело разминается, кровушка бегает, но тут есть проблемы. Для этого нужен стол хороший, для этого нужен соперник, примерно, ну, соответствующий как-то вашему уровню игры. Это тоже непросто. Вот, насчет Аниши Гири я даже не знаю, вот я как-то с Аниши мне настолько знаком, чтобы расспрашивать его, хотя задам вопрос, вот если придет он у нас на пресс-конференцию, я просто задам ему вопрос от зрителей. Вот только мне не забыть, да, мне надо узелочек где-то завязать, вот Аниш Гири вид спорта. Ну, а про Женю Тумашевского я знаю, он очень спортивный парень, он любит очень играть в футбол, волейбол, баскетбол, вообще любит подвижные игры, у нас на сборах российская команда, ну, регулярно мы устраиваем такие зарубы, вот. И сейчас вот в Баку во время выходного дня ребята там бились в футбол, бились там очень здорово, потом перешли на волейбольную площадку, там даже я поучаствовал в игре, так что это совершенно обычная ситуация. И я призываю всех шахматистов не забывать о физике, не забывать о атлетических видах спорта, которые поддерживают все-таки организмы шахматиста, помогают и выдерживают вот все эти нагрузки, о которых я говорил. Ну, что мы видим, 10 минут на часах у Тумашевского, и это уже последний контроль, здесь только 30 секунд добавления на ход. Здесь надо делать ход, 30 секунд наживаешь, навариваешься и, соответственно, это позволит не просрочить время. Ну, вот много вопросов в интернете по поводу того, как лучше учиться шахматам, как лучше совершенствоваться, как усиливать свою позиционную игру и так далее, и так далее. Но, дорогие друзья, я понимаю, что для каждого из вас это очень важный вопрос. Все хотят усиливаться, все хотят играть посильнее, но это все-таки вопрос не совсем для шахматного онлайна, не совсем для нашего обсуждения. Здесь мы все-таки в первую очередь акцентируем внимание на турниры, на шахматистов экстра-класса. Ну, а эти тренерские вопросы адресуйте все-таки детским тренерам. Лично я, если с кем-то и занимаюсь, то я занимаюсь с молодыми ребятами, которые уже достигли мастерского уровня. Ну, а вот по вопросам совершенствования, начиная от уровня начинающего, я в этом вопросе просто не авторитет. Ну, берите учебники, читайте книги, решайте шахматную тактику. А что лучше, что хуже, здесь, извините, я уж не буду этим заниматься, не буду рекламировать какие-то отдельные книги, наоборот, в общем, как-то принижать другие. Сейчас шахматной литературы очень много. Ну, просто подойдите в шахматный магазин, к шахматным вот этим лоткам и посмотрите, полистайте книги, что понравится и изучайте. Ну, в конце концов, можно ориентироваться просто-напросто на имена. Вот смотрите книгу известного шахматиста, толкового автора, которого вы уважаете, но вот его берите и у него учитесь. Так что это вопрос такой. Кстати, если речь идет о юных шахматистах, могу сказать, что им полезно абсолютно все. Вот в юном возрасте любой учебник, какой бы вы ни взяли, и любые партии, которые вы бы не стали бы рассматривать, в принципе, дети в таком возрасте, они как губки, они впитывают абсолютно все, что им даешь. И вот уже для людей достаточно возрастных, вот когда у них уже есть какое-то свое шахматное «я», когда есть уже какие-то сложившиеся плюсы и недостатки, но вот там уже надо очень аккуратно выбирать, что полезно, что не полезно, а что, может быть, не принесет какого-то эффекта. Ну, а чем более юный, чем более начинающий шахматист, ну вот ему полезно просто-напросто все. Так, ну что, Женя, как же быть-то? Уходить королем на c7, ну это, мне кажется, совсем плохо. Король все-таки на e6 придет, конь идет на d5, я это вам говорил. Здесь выбор-то невелик, вы понимаете, вот черная сейчас, вот думает сейчас Женя, а у него выбора-то нет никакого, по сути. Ну, слоном здесь отступать нельзя, пешку f4, так что, по сути, только слон d2 или слон c1. Вот сейчас Женя сидит и думает, слон d2 или слон c1, как играть. А разницы, между прочим, я не вижу никакой. Ну, слон d2 даже еще, наверное, хуже. Ну, просто попадает под все бои, но все равно слон e3 придется ставить. Король e5. Ну что, вот здесь, да, я указал угрозу g3. Ну, первое, какая напрашивается идея. Давайте предотвратим, да, ходом h4. Но вы же понимаете, что пешка на h4, это, в общем, это все-таки встали под бой. Вот, король f5. Не знаю, где-то эта пешка, наверное, погибнет. Хотя, вот здесь надо посмотреть, как этот конь перейдет, допустим, на поле f3. Ну, давайте посмотрим. Может быть, здесь есть какой-то нюанс. Вот при ходе черных здесь было бы совсем плохо. А при ходе белых. Ну, я имею в виду король d5. А, ну, собственно, а что тут смотреть? Так. Допустим, сюда. Так. И вот как-то так стоять, да? Ну, слон c1 пошли. Ну, не знаю, может быть, вот эта позиция в какой-то степени держится. Причем здесь, знаете, какой есть нюанс? Конь d4. Хочу короля на h3. Но здесь можно на какой-то такой нарваться. Нюанс, который может привести к ничьей. Ну, хорошо. Может быть, какие-то такие тюдики нас ожидают. Так. Давайте смотрим. Конь e5, конь c4. Ну, конь e5, да, сыграно. Король e7. Ну, вот, кажется, наконец-то ускоряется игра. И здесь все настолько уже ясно. Король e7. Да, разумеется, король на c7 не идет. И конь c4 надо попробовать. Конь c4. Да, дорогие друзья, слон e3. Но здесь сразу же g3 можно сыграть. Но, честно говоря, угрозы особой не видно. Но черные могут сыграть король f6. А, правда, простите, а если все равно продолжим? Король e4. И все-таки взяли. Не знаю, может быть, король все-таки побежал сюда. А, нет, здесь просто пешечное окончание будет проиграно, да? Но это совсем победа легкая. Так что вот здесь после хода слон e3. Вот сейчас если черные сыграют слон e3, а я другого-то варианта не вижу. Ну, не отдавать же пешку на b6. Она же проскочит. Может быть, даже ход g3 имеет некоторый смысл. А, нет. Давайте-ка подумаем. Может быть, здесь вот есть такая идея, что мы отпускаем пешку на b6 именно в такой редакции. Все-таки добиваемся размена на f4. И, может быть, вот в такой ситуации. Но здесь, кстати, маловато пешек у белых. Меня вот это беспокоит. Так, вот здесь, может быть, у черных есть две линии поведения. Либо королем отправляться к пешке h3, либо, наоборот, идти на ферзовый фланг и пытаться держать там эту базу. Ну, что ж. Ну, какие-то шансы на ничью здесь хотя бы просматриваются. Хотя бы призрачны, но просматриваются. Итак, слон е3 ход надо делать. Я, честно говоря, полагаю, что Евгению тут не надо особо думать. Не знаю, может быть, он вообще хочет прямо здесь сыграть f3 и король пойдет на g5. Нет, ну, слон е3 все-таки сыгран. И вот предельно важный момент, уважаемые зрители. Предельно важная ситуация. Да, вот мне, кстати, вот эта тема, которую я затрагивал насчет концентрации работы мозга. И вот тут справка есть из интернета. На работу мозга организм тратит 10-15% энергии тела. Это так много, что при первой удобной возможности организм старается не думать, чтобы сэкономить силы. Так что, дорогие друзья, когда вы над чем-то пытаетесь думать, а у вас ничего не получается, это говорит только об одном, что у вас очень умный, хороший организм. Он понимает, что много думать вредно. Вредно. Ну, в общем, вот такая ситуация. Итак, я предлагаю сыграть все-таки король е5. После хода h4 я, конечно, был неправ. Здесь немедленно выигрывает, видимо, конь b2, конь d3, ну и там дальше. Так далее и тому подобное. В общем, у белых должно быть выиграно. Ну, а вот это вот желание организма не думать, оно спасет вас в трудную минуту. Вы, конечно, проиграете партию, но, в общем, останетесь живы. Я считаю, это шикарный совершенно результат. Вот. Так что, вообще, мораль совершенно очевидна, что поменьше думайте, поменьше играйте в шахматы, вообще не напрягайтесь. Да, вот лежите на диване, смотрите телевизор, смотрите наши трансляции и будет вам в жизни счастье. Ж3. Вы знаете, вот все-таки решился на эту игру Аниш. Ну, вот же решился. Вот он какой. Ну, мне кажется, здесь черные должны идти уже на эту игру. Слон c1, взяли-взяли, отгрызли на b6 и вот тут вот выбор, как у русского богатыря. Налево пойдешь, слона потеряешь, направо пойдешь, богатым станешь. А вперед пойдешь, женишься. Ну, вот выбирай, где худший изол. Ну, здесь, да, была бы одна пешка, вот здесь одна пешка, была бы ничья, конечно, но вот здесь из-за второй пешки черные могут все-таки и пострадать, и пострадать. Ну, это положение уже оценивается, да, вы знаете, что сейчас есть уже семифигурные базы, так называемая база Ломоносова. В Московском государственном университете уже компьютеры мощнейшие просчитали все шахматные позиции, в которых есть семь фигур. Видите, вот у нас семь фигур на доске. Общедоступные шестифигурные базы, в интернете есть огромное количество ссылок с шестифигурными базами, здесь не дадут какой-то явной оценки, стопроцентной. А вот семифигурная база, счастливые обладатели, вот доступа к этой базе имени Ломоносова, здесь они уже могут вам что-то сказать. Ну, например, мат в 37 ходов. Ну, то есть для них уже здесь нет никакой интриги, а нам, обычным людям, по-прежнему здесь приходится думать, соображать, вот что тут делать и как выигрывать. Ну, что же, это рисыграно, и, Женя, надо ускоряться. Ну, можно, конечно, отдать другую пешку, можно просто отдать пешку на f4. Ага, и потом, может быть, королем вот так бежать. Смотрите, вот, кстати, еще одна линия поведения. Вот отдаем пешку на f4, и здесь король черных собирается на королевском фланге атаковать. Ну, вот, допустим, как-то так. Ну, и вот так будем стоять. Да, то есть вот здесь, может быть, тоже у черных есть кое-какие шансонетки, легкие шансы на ничью. Ну, надо, надо подумать. Белым, конечно, хотелось бы еще к этой пешке h5 пристать, но как играть с комфортом? Вот идея же у белых какая? Играть с комфортом. То есть ты должен там грызть пешки соперника, но хотелось бы не считать вот эти пробеги черного короля, допустим, к полю b5. Ну, что, мне кажется, вопрос ребром у нас. Вот сейчас я подозреваю, если у Томашевского есть спасение, то это, наверное, какая-то такая единственная тропка. Как, знаете, через огромное, гигантское и очень опасное болото всегда существует неприметная такая тропка безопасности, но которую надо пройти. Шаг влево, шаг вправо, трясина, гибель, смерть. У Томашевского осталось совсем мало времени, видите, 3 минуты, и здесь все сосчитать, конечно, безмерно тяжело. Здесь может помочь только интуиция. Здесь нужна еще интуиция, надо почувствовать, вот где есть реальные шансы на спасение. Во многом это зависит от опыта разыгрывания подобных окончаний. Ну что, Женя, слоном. Надо ход сделать слоном. Вот только я не знаю куда, на Ц1 или на F2. Это действительно вопрос чрезвычайно сложный, спорный. Ну, я могу сказать, что вот я уже говорил вам про способность и необходимость организма отдыхать. Вот мой организм говорит мне, Сергей Юрьевич, поговори о чем угодно. Вот только не надо считать варианты. Не надо. Ни в коем случае не надо это делать. Сейчас мы с вами, дорогие друзья, наблюдаем красивое шахматное кино, борьбу двух замечательных шахматистов. Ну вот, а самим-то, в общем, перенапрягаться здесь уже, пожалуй, поздно. Итак, взяли на B6, да? Ну вот посмотрим, да. Вот теперь то самое распутье, перепутье на дороге. И посмотрим, какую линию поведения изберет Томашевский. Конечно, если белые там, условно говоря, доводят пешку до B7, конь идет на C6, выиграем эту фигуру, ну и потом король возвращается на королевский фланг. Эта позиция с конем-то, конечно, выиграна. Но это не так-то просто сделать. Но и вот, соответственно, есть такая интересная индейка. Рвануть королем в район поля H4. Но белые могут, наверное, не пустить. А черные все равно туда пойдут. А белые не пускают. Черные играют так. И хотят сыграть король H4. Ну, допустим, если мы стоим вот так, то черный король может какой-то момент и передумать. Бац, и побежит туда, да. Ну, давайте. Так, сюда. Так. Ушел. И на B6 есть ход король D7. Ну, вот как-то так спасаться будем. Здесь очень важно еще, смотрите, пешка на H5 как культурно стоит. Не пускает белого короля вот к себе поближе. Сказали мы с Петром Ивановичем. Так, а если здесь отправиться в эти, в осложненнице? Давайте король C6. Сюда и так сыграли. А как насчет осложненнице-то? Ну, допустим, слон встает. B6. Сюда. 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 И... Не знаем. Так. Слон ушел куда-то. Конь А6. Так. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Так, простите, здесь же слон Е3 еще и слон Е3, слон Ф4. Я, в общем-то, практически выиграл партию. А на самом деле... Ой, смотрите, смотрите, какой у нас этюд. Просто троицкие. Оп. Да, и получается ничья. Вот как вам такой результатик партии, да? Но ясно, что Аниш с этим не согласится. Досчитать этот вариант, конечно, не так-то просто. Ну, и предоставим это почетное право самим исполнителям. Вот. И еще раз повторяю, если у черных и есть здесь спасение, то это, наверное, какой-то этюд. Так, сейчас читаю вопросы в интернете пока. Пока вот думают шахматисты. Так. Ну, насчет вот выходного дня. Вот насколько шахматисты здесь... Стоит ли рисковать во время выходного дня действительно играть в футбол, волейбол? Вдруг продолжим травму? Ну, вот именно поэтому Ян Непомнящий и Евгений Томашевский вчера играли не в футбол и в волейбол, а в что, где, когда. В интеллектуальную игру. И, соответственно, получить серьезную травму во время этой игры, видимо, не так-то просто. И поэтому они сейчас, видите, пришли живые, здоровые. Причем Яну этот выходной вот в такой интеллектуальной кампании явно пошел впрок. Он сегодня выиграл, на мой взгляд, превосходную партию. Просто переиграл самого великого Владимира Крамника и выиграл абсолютно по делу. То есть ясно, что Владимир Борисович может, ну, наверное, не согласиться с этим вердиктом. Может быть, ему кажется, что он как-то допустил где-то глупую ошибку и не по делу проиграл. Но мне кажется, что все-таки всю партию непомощи провел великолепно и мастерски, и многое делал прекрасных ходов. Я считаю, что так, слон Ж3. Так, ну, вы знаете, Черный Король, как был богатырем на распутье, вот на перекрестке дорог, так и остался. Он пока никуда не идет. Уходы слон Ж3, ну, простая идея, что где-то этот слон попадал под бой, либо под король Е4, либо под конь Д5. И хочет оставить на будущее, вот решение этого вопроса. Куда королем идти, на королевский фланг или на ферзовый? Ну, что касается будущего, то будущее здесь фантастически близко. Дело в том, что на часах у Евгения всего лишь 30 секунд, вы посмотрите. Да, невероятно. Он вообще на последних секундах, оказывается, сделал ход. Он сейчас сделал ход, ему прибавилось 30 секунд. Соответственно, он, ну, довел показания своих часов буквально там сколько, 3-4 секунды уже оставалось. Ну, вот сейчас, к сожалению, широковат рукав у Томашевского. Не видим мы сколько же там 30, сколько секунд, да? Вот чуть-чуть мы не видим, чуть-чуть. 32 это на электронной трансляции. Но не факт, что это факт. Не факт, не факт, что это факт. Потому что на часах, может быть, немножко другие показания. Посмотрим, посмотрим. Да, 32, действительно. То есть, вы представляете себе, человек сидел, сидел, думал, у него 5, 4, 3, 2, и тут он сделал ход. Какая должна быть нервная выдержка? Какая должна быть все-таки... Какой самоконтроль для того, чтобы таким образом играть? Так, ну что, белым я под... Конечно, за белых. Вот если бы я хотел белыми комфорта, я бы, наверное, вот попробовал бы как-то конем напасть на пешку H5, поставить ее на H4, где она будет безусловной слабостью, и потом уже, собственно, делать все остальное. Идея в том, чтобы черный король не смог бы пройти на H4 и съесть пешку на H3. Но совершенно непонятно, как это сделать. С какого, простите, поля конь будет нападать пешку H5. Ну, ход конь C4 абсолютно логичный. Теперь мы собираемся сыграть B6, B7, конь A5, конь C6, выиграть фигуру. Ну и так, чтобы король успел вернуться на королевский фланг. Вот конь C4. Ну, давайте посмотрим. Если играем король D7, вот здесь как раз может случиться так, что белые успели... А, белые сыграют B6. Белые сыграют B6, сидей конь E5. Ну-ка, давайте посмотрим. Шажок. Взяли, взяли, сюда, бегом, сюда, вперед. Раз, два, оп, и не успел. И не успел, вот хода не хватает, да. Так что король D7, действительно B6, и идея сыграть конь E5. Ай-яй-яй, а если с H4 начать? Шажок. Взяли, взяли, побежали. Вперед, ура, вперед, сюда, вперед, оп, вперед, ай, вперед, и успел. О, так H4 он так и сыграл, Женя Томашевский. Ох, какой ловкий парень. Конь E5-то ведет к ничьей в пешечном окончании. Ну-ка, ну-ка, иди-ка сюда, братец. Смотрите, какая ловушка-то. Ход H4, на самом деле, полезный для того, чтобы белый король съел эту пешку, будучи подальше, подальше от поля G7. Конь E5 просто переведет к ничьей сразу. Ну что, Аниш, нельзя попадаться в такие штуки. Ну, можно конь E... А, на конь E3 слон F2. Вот это номер. Так, погодите, а вообще, не доигрались ли мы до... До ничейного... Хорошо, мы, вообще-то говоря, не обязаны белой. Может быть, можно... Сейчас, как-то... Как перекрутиться-то? Я имею в виду коня на C5 поставить. На этот ход все равно такой ход есть. Вау! Дело в том, что B7, ну, это точно ничья. Видите, у белых как все неказисто. Неказисто стоит. Так, а как вообще выигрывать-то? Так. Ну-ну-ну-ну-ну. Так. Ну, королем бежать сюда вообще бессмысленно. Король на C6 станет, и черные просто будут хохотать в голос. А что, собственно, делать? Не знаю. Можно, конечно, король C5 и попробовать пойти туда. То есть теперь на слону F2 играем вот так. И, допустим, если этот король бежит... Ну, здесь очень уж близко белые к цели. Наверное, это, скорее всего, выгодно. Итак, Аниш, если хочешь выиграть, играй король C5 и бежим туда. Надо играть король C5 и стараться все-таки эту пешку дальше продавить. Ну, а если черные немножко постоят? Давайте посмотрим. Король B5. Ну, как-то надо аккуратненько постоять. Допустим, так. Сюда и слон F2. А вот давайте посмотрим, как продвигать. Как продвигать пешака. Вместо B7, слон F2, слон G3. Подождите, подождите сейчас. Сюда и король побежал. Оп. Теперь, если мы заберем здесь фигурку, то здесь возникает другой мотив, что белые не в состоянии удержать пешку H3, наверное. Я так понимаю. Да, это просто ничья. Здесь невозможно. Король белых слишком далеко. Вот такие ориентиры тоже надо иметь в виду. Вот здесь даже если белые там проводят эту пешку ферзи, то черный король всегда может найти возможность быстренько бегом, вот можно сказать, транссибирским экспрессом побежать к полю H3. Поэтому белые, видимо, здесь должны не выигрывать фигуру за пешку, а именно искать перекрытие, чтобы эта пешка стала ферзем. Любопытно. Да, перекрытие надо искать. Перекрытие. Только оно, может быть, может нам помочь. Так. Становится интересно. Становится любопытно. Так, король С5. Правильно, правильно играет Аниш. Но он просто посчитал пешный эндшпиль и вдруг убедился, что хода конь Е5 нет. Ну, хорошо, значит, продолжаем борьбу. Черные должны как-то аккуратно стоять, стоять слоником. И вот король должен... С другой стороны, на С8 отступать вообще не хочется. Ну, тогда просто король С6. Потом как-то пешку ставим на Б7. Ну, я подозреваю, что здесь, ну, не знаю, коня на А6 привести. Б6, там где-то, может, просто проиграем фигуру и потом на королевском фланге... Что такое, сыграл король С8? Вот меня этот ход напрягает. Мне кажется, неужели... Так, подождите. А с другой стороны... Ну, хорошо, вот стоим мы так. Ну, допустим... А, вот здесь вы знаете, какая неприятность? Где-то может подвисать еще и пешка, хотя... Хотя, как именно, да? Ну, не знаю, там вот давайте потанцуем. Немножко потанцуем. А, и вот теперь здесь уже конь Д7 и Б7. Ну, допустим, как-то стоим. Шажок. И король А8. Но переход, пеш, на окончание, это всегда ничья, дорогие друзья. Это всегда ничья. Или, как говорят наши соседи-доминишники, рыба. Ну, и как выигрывать? А может, и нет выигрыш-то? Вот это да. Ну, черный король же действительно достаточно серьезный защитник. Да, похоже, где-то упустил все-таки победу Анишек. Но где-то что-то все-таки было очень близко. Да, вот это да. Размышляет сейчас Аниш. Но, похоже, что усилиями двух фигур черных, слона и короля, удается держать под контролем это поле. Поле Б8. Ну, давайте еще раз подумаем. Сюда, сюда. Так. Па-па-па-па-па-па. А если мы коня на А6 переставим, король стоит на А8. На С8 он не может стоять, потому что пешка Б пойдет. Ну, то есть, я не знаю, там какая-то такая позиция. Так. И стоим. И стоим. Стоим, думаем. Так. Ну, Б7, король А7. Там, да, там ничья получается в пешечном окончании. На коньце 7, естественно, никто не меняется. Король Б8 стоим. И вот такая вот стоечка. Знаете, чем больше смотрю, тем больше возникает такое подозрение, что, скорее всего, или мы что-то не видим. Вот, дорогие друзья, вот то ли я не вижу элементарного выигрыша, то ли одно из двух. Вот есть только два варианта, да. Я не вижу элементарного выигрыша. Абсолютно вероятный, наверное, самый вероятный исход. Но вот могу сказать, что переход пешечный, окончание – это ничья. Ну, давайте вот так. Просто покажу вам. Так, взяли, взяли. Ну, сюда, сюда. Так. Сюда, сюда. Ну, что-что оппозицию-то мы знаем, да. Ну, а если король побежал, у меня такое ощущение, что здесь черный король, может быть, даже уже в данной ситуации и с запасом успевает на поле Ф8. Ну, это просто ничья. Так. Ну, поэтому надо как-то хитрить. Надо еще с пешкой на А4, может быть, что-то такое придумать. Так, король на Б5. Куда же идет Аниш? А, идем на А6. А что дальше? А, вот какая идея. Смотрите, короля надо поставить на А6, а коня на С6. Вот какого элементарного выигрыша я не вижу. Вот смотрите. Значит, так. Потом. Вот так. И как спасаться? Подождите. Если король на А6 стал. Теперь, вот если король А8, то конь С6 просто с матом. А если так, то... Так, король А7, слон Ф2. Развязаться нелегко. Так, погодите, погодите. Вот вроде бы уже близко. Допустим, конь С6. Тогда король Д7. Вот в какой-то момент черные могут бросить эту пешку и снова туда побежать. Так, ну, Б7, король БЦ6. Не-не-не. Так, так-так. Вот еще раз. Вот стоит критическая позиция. Вот как здесь выигрывать? Вот действительно близко как-то, да? Конь С6, король Д7 и поскакали туда. Если король А7, слон Ф2. Вот давайте попробуем, попробуем. Так, и... Ну... КОНЬ С4 все равно, кстати. Король Д7 и... Ну, король Б7 полетели. Нет, ну, у нас же вот есть этот ориентир. Где-то отдадим слона, и король прибежит к пешке А3. Не знаю, не знаю. Даже при короле на А6. Вот король на А6, конечно, выглядит как опасная идея. Просто потому, что черные не способны здесь держаться. У белых действительно возникает идея. Конь С6 перевести и выиграть фигуру. Но тут вот эта идея с контр-игрой. Черных с пробегом короля на королевский фланг... Ох ты! Она достаточно серьезная. Конь Д2. Так, сейчас посмотрим. Где-то хочет спекулировать на слабости пешки А4. Аниш. Ну, хорошо. Ну, там же у черных наверняка найдутся в ожидательные ходы. Ну, допустим, конь стоит на Ф3. Ну, слон там стоит на Ж3. Король играет. Король Б8, король С8. Король Б8, король С8. И что здесь будет? Что здесь будет? Но все-таки... Ну, давайте минуточку. Значит, так. Допустим, если мы где-то в какой-то ситуации задвигаем пешку на Б7 и все время где-то подграживаем... Подграживаем вернуться конем и выиграть фигуру. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, может найтись. Может найтись. Так, конь Е4 сыграно, да? Ну, пока... Ага, видимо, конь на Д7 идет. Да, ну что дальше? Погодите. Ну, хорошо. Так. Сюда. Так. Ну, хорошо. Конь на Д7. Прекрасно. Король стоит на А8. Дальше где выигрыш? Ну, здесь, если бы, конечно, король на С8 оказался, вот перелетел бы птичкой. Ну, тогда да. Вы просто выиграли фигуру и, соответственно, ну, вернулись на королевский фланг. А как это сделать? Ага, конь на С5 пошел. Замечательно. А, так вот оно что. Если король А8, то тут как раз эта птичка и перелетела. Птичка-синичка. Видите? Раз. Ну, кстати, не совсем-то перелетела, потому что на С8 не пускаем. Вот даже здесь. Вот я пытаюсь какой-то кооператив состроить, но... Нет, ну а что? Король Д7, король Б8. А дальше-то? Дальше тоже вот непонятно. Даже король А8 есть ход. Вот как ни странно, есть даже ход король А8. Но последовало слон А2 и... Еще раз повторяю, на конь Д7, король А8. Король Б5. Нет, все-таки я чувствую, что они же исхитрятся и как-то с королем на А6 будет выигрывать. Но тогда вот снова возникает идея возврата черного короля через С8, Д7 с той самой контригрой. С побегом на королевский фланг. Успеет или нет? Это загадка природы. Я понимаю, что счастливые обладатели базы Ломоносова сейчас просто смеются, хохочут над нами, причем в голос. Стоп. Ага. Ну, конь Б3, да, не надо же давать, не надо давать разменивать легкие фигуры, совсем битая ничья. Теперь король Б7 ничего не дает из-за коня, опять шах. Ну и вот мы снова возвращаемся все к той же идее. Когда белый король идет на А6, ну и черные пока стоят, выжидают. Ну, дело в том, что вот сразу играть здесь слон Ж1, конечно, нельзя, потому что пешка банально проходит ферзи. Так, так и конь С6. Ну, вот, конечно, такие штуки допускать не надо. Поэтому здесь надо стоять вот таким образом. На этот ход срочно лететь белой птицей на... Ну, или, кстати, здесь-то, может быть... Здесь, может быть... Погодите, а вот куда здесь отступать после Б7? Давайте-ка подумать немножко. Если сюда, тогда так. Так. Ну-ка, давайте попробуем. Взяли-взяли. Сюда. Как же здесь препятствовать-то пробегу? Не видно. Ну, вот король на А6 пришел. То есть мы, во всяком случае, нащупали вот эту самую опасную идею для черных. Опасную. Но где здесь выигрыш? Вот не факт. Не факт. Я пока не вижу выигрыш. Я не боюсь в том признаться. Не боюсь в том признаться. Действительно, есть определенные нюансы в этом окончании. То, что гроссмейстеры, видите, сейчас долго и упорно думают. Но действительно им нелегко сейчас. Нелегко. Ну, я бы на месте Жени все-таки пока просто постоял бы слоном и посмотрел бы на поведение соперника. Ну, слон же 3, правильно. Правильно делает все. Ну, вы знаете, учебные окончания. Вот не зря мы с вами, дорогие друзья, не зря мы с вами уже почти 7 часов находимся здесь в эфире. Вот просто увидеть это окончание и вообще противоборство слона против коня, это настолько интересная, настолько захватывающая тема в окончаниях. Не знаю, я всегда с большим, с большим удовольствием изучал эти окончания. И оно, они очень богатые. Здесь всегда много интересных идей. Но вот мы видим, что, оп, оп, смотрите, тронул Хади. Тронул Хади, железное правило. Тронул Хади, обещал женись. Вот, конь d4, нормально. Ну, конь c6 подграживает, да? Где-то без случаев. Тут важно не уйти на 8. Вот, здесь, конечно, они же просто в голос выдохнет, скажет, ура. Но, кто же так сыграет? Ну, хорошо. Так, не знаю, я не вижу противопоказаний против того, чтобы пока... А, вы знаете, какая штука? Здесь, вот если сыграть король c8, то, наверное, выиграет король a7. И нет хода слона f2, потому что конь-то перегородил эту диагональ. И тогда с шагом проходим. Вот оно, поле-то на d4. Погодите. И тем не менее сыграно, тем не менее сыграно король c8. Так, а почему он не сыграл так? Дайте я посмотрю. Шажок. Сюда. Шажок. Сюда. Правда, может быть, можно так и перейти к идее перекрытия, да? То есть можно сыграть король b6. Ну, не знаю, тогда опять можно дать шаг и снова сюда. А, вот здесь король немножко поближе, да? Допустим, взяли, 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 сюда, сюда, сюда и не успели. Итак, b7 шаг уже сделано. Так, ну вот это номер. Вот это номер. Вот это номер. Король d7. Ну все, поскакали. Поскакали на королевский фланг. Иного не дано. Король a7. Проблема, знаете, черных в том, что нет хорошего, нет хорошего хода у слона. А, так все очень просто. Вот видите, прорвался белый король. Нет хорошего поля. Вот король не успевает пойти. И белые, знаете, что успевают? Они успевают съесть слона на b8. Потом играют конь f3. Ну, давайте вот там как-то условно говоря. Так, b8. Взяли, взяли. Ну, как-то даже как королю, видите, трудно прорваться. И здесь, что очень важно. Смотрите, дорогие друзья. Король-то прорывается к этой пешке. Но, вот здесь есть типичный маневр. Конь идет на g2 и h4. И выясняется, что черный король не успевает взять коня. Ну и, соответственно, белый король приближается к цели. И белые побеждают. Ну что, титаническая битва. Очень интересная партия. И в окончании, конечно, здесь есть масса интересных вопросов. Масса интересных моментов. Поздравляем Аниши Гири с победой. И давайте сейчас, прежде чем уйти из эфира, я узнаю, как там. Вот мне качают головой. Красивые девушки говорят, что нет, Сергей, пора, пора уходить домой. Ну, хорошо, дорогие друзья, я зачитываю результаты сегодняшнего третьего тура. Он удался. Я считаю, сегодня был лучший тур на турнире. Все три победы одержаны белым цветом. Непомнящий одолел Крамника. Гири выиграл у Томашевского. Мамидьяров выиграл у Гельфанда. И в ничью завершили свою партию. Аронян со Свидлером. И Личао против Ананда. Ну вот если нам сейчас покажут операторы крупно доску. Может быть, как-то соперники пообсуждают. Так. Ну, вот когда они пальцем показывают, это не совсем понятно, о чем речь. Нет, ну они, конечно, вслепую анализируют. Они просто говорят, вот там надо было король С5, слон С3. А если туда, если сюда. Ну, в общем, меня не оставляет такое ощущение, что Эндж Палючерных был защитимым. Там изначально, да. Изначально защищать его можно было. Но где-то Евгений Томашевский допустил неточность. И ясное дело, что просто не хватило действительно какой-то выдержки. Не хватило просто вот этой концентрации, о которой я, собственно, часа два говорил во время сегодняшнего эфира. И, ну, это очень тяжелая работа. Те, кто склонен критиковать шахматистов, ну, уверяю вас, вот, если вы сами попробуете и против шахматиста экстракласса держать чуть худшее окончание, поверите, это чрезвычайно тяжело. Ну, вот Евгений не смог, хотя сам является шахматистом высочайшего уровня. Итак, у нас после трех туров сейчас есть два лидера. Замечательные молодые шахматисты. Анни Шгири и Ян Непомнящий. Итак, нам пора завершать наш репортаж. Я требую показать себя красивого и неповторимого. На самом деле безмерно уставшего и, в общем, тоже уже ничего не соображающего. Я думаю, вы это смогли понять просто потому, что, как я анализировал это окончание, ну, действительно, просто силы человеческие уже на исходе. А мне еще до дома ехать целый час. Москва очень большая, знаете ли, и не всегда удается жить близко к месту проведения турнира. Итак, дорогие друзья, для вас работал гроссмейстер Сергей Шипов. Всех вас жду дальше завтра в 15.00 по Москве на следующем четвертом туре. Всего вам доброго.